Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Гость в студии. Это радио Комсомольская правда. 400 городов вещания, в том числе 92,3 FM в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле 96,6 FM, в Серове 89,5 FM. Меня зовут Людмила Аракина и у нас в студии находится депутат Государственной Думы Жанна Рябцева. Жанна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем вот с какого вопроса. Появилась информация, что УСБУ Хмельницкой области Украины объявила вас в розыск по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Что же вы им сделали? Как же вы так насолили-то этим? Прекрасным людям. Ну да, узнала от всех, по-моему, коллег своих. Но учитывая, что мы находимся уже давно под санкциями, даже было как бы так немножко смешно. Но, как я смеюсь по этому поводу, значит, будет референдум их в Хмельницкой области. Но учитывая, что мы находились на территории Донбасса, то есть я непосредственно участвовала в отправке груза для второй отдельной бригады Луганской народной милиции. Поэтому, конечно, на пересечении границ еще тогда это была не Россия, но сердцем всегда они были с Россией, да, то есть это август месяц, июль месяц. Ну, наверное, где-то увидели пересечение границ. А вообще, как бы это, конечно, все, конечно, с их стороны интересно, но будет еще интереснее, если они не прекратят делать то, что они продолжают делать с мирным населением Донбасса, делали на протяжении этих лет. Поэтому, да, у нас многие коллеги, там кто-то Львовская область, ну, тоже так же между собой, что значит, будет и там референдум. Поэтому мы понимаем, что граница Донбасса и граница Украины, она будет смещаться. Но это, опять же, в первую очередь зависит от той власти, я бы в кавычках назвала, которая сегодня захватила Украину. Ну, как-то так. А вообще, это, конечно, история, она более серьезная, если там перейти к тому, что, по крайней мере, то, что происходило эти восемь лет, когда ты сам пресекаешь ту границу, когда ты видишь эти разрушенные города. Ну, города – это еще не самое страшное, когда ты видишь людей, глаза этих людей, глаза женщин, детей, стариков, солдат, которые восемь лет воюют, воюют народная милиция Луганска, Донецка. Еще вчера они шахтеры, простые ребята, которые жили, работали, воспитывали детей. Когда они не согласились жить под фашизмом и нацизмом, пришлось взять оружие и защищать свою землю. Когда мы приехали, привозили груз как раз в рамках проекта «Все для победы». Это проект, который объединил уже тысячи тысяч людей по всей стране. Это действительно такое дело, которое мы сейчас делаем, такое народное, правильное, потому что должна быть победа, только победа, но тыл – все для фронта, все для победы. И этот проект объединил тысячи людей, мы как раз, был мой сбор, и мы собирали квадрокоптеры, тепловизоры, бронежилеты, каски, берцы для второй отдельной бригады Луганской народной милиции и передавали им одна из, ну, мне было важно это привести, все ребятам передать и обнять, поблагодарить их. Даже не сомневайтесь, наша земля полита кровью наших дедов, наша земля полита кровью наших бойцов. Мы дойдем до конца, мы дойдем до Днепра и будем эту фашистскую нечисть гнать, будем гнать ее далеко, потому что мы всегда были сердцем России. И они, знаете, как раз-то было накануне праздника Дня шахтеров, и они, вот такая у них тоже лозунг, как у нас Урал – опорный край державы, у них Донбасс – это сердце России. Вот пообщавшись с этими людьми, равнодушным остаться нельзя, и поэтому, конечно, туда тянет, я могу честно сказать, когда я приехала, я просилась, но сказали, нет, пока женщин не берем, хотя, говорит, вы, конечно, у нас настоящий боец, я пошла на курсы медсестер. Вот, кстати, хотелось бы по этому поводу узнать, а зачем вы это сделали? То есть вы туда поедете, где идет специальная военная операция, будете оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся? Ну, конечно, я еще не врач, я только учусь, да, но первое, наши ребята, которые в Госдуме, тот же самый Дима Хубезов, который сегодня ушел на фронт, Башанкаев, Бадма – это врачи, которые с первого дня спецоперации, они были там, они врачи, действующие, оперирующие врачи, и мы знаем ситуацию изнутри, и действительно очень не хватало, ну, будем так говорить, рук, да, то есть медсестер, младшего медицинского персонала, где-то перевязки, где-то еще какие-то вещи, поэтому мы это слышали, мы это знали, и когда я уже там сама побывала, я для себя тоже решение приняла, то есть я технарь по образованию, металлург, но вот эти, я думаю, что, во-первых, это нужно всем, оказывать первую медицинскую помощь, уметь, и не только женщинам, но и мужчинам, и нашим бойцам, это правильное наложение, начиная от жгутов, да, то есть там кровоостанавливающих, какие-то вещи, поэтому это было мое решение, но у нас с Катей Стенякиной, она, во-первых, депутат Ростовской области, ребята в госпиталях, и она это, ну, как бы была, общалась, и здесь мы с ребятами общались, младший медицинский персонал нужен всегда, поэтому моя задача сейчас пройти обучение, сдать экзамен, я, кстати, уже очень неплохо, у меня получается практика, вот, тренируюсь пока на, как говорится, на своих близких родственниках, да, то есть, ну, они это терпеливо все это переносят, потому что, да, пока уколы, правда, не разрешают мне ставить, ну, и тоже это уже умею, поэтому я считаю, что это правильная история, после этого, вы знаете, Единая Россия запустила курсы медсестер, потому что было колоссальное количество обращений с разных там регионов, и вот мы сейчас общались здесь как раз с Ириной Анатольевной, Лёвин, это наш медицинский колледж, наш сопредседатель УНФ, что это очень востребовано, и они готовы это все организовать на территории Свердловской области, помимо этого идут обращения от мужчин, от ребят, причем ребята, когда я говорю мужчины, ребята, для меня там все они ребята, хоть там 50-55, поступают звонки конкретно ко мне, где пройти сборы, да, то есть как бы вот повестка не пришла, но я хочу, то есть я служил, то есть я просто давно не держал оружие, там понятно, что если призовут, пойду на полигон, но до этого хочу тоже вот попробовать, пострелять, тактическая медицина, то есть вспомнить вот эти навыки, и не буду пока все карты раскрывать, очень серьезная наша компания здесь, все вы ее знаете, будет организована большая работа, поэтому все желающие, мужчины наши и женщины в том числе, смогут в этом поучаствовать, потому что то, что сейчас готовится, это серьезная тема, ничего подобного в стране нет, я думаю, это будет не лишним просто для того, чтобы прокачать какие-то свои новые там навыки, опять же повторюсь, что начиная от тактической медицины, заканчивая еще рядом там таких очень классных компетенций, будет возможность поучаствовать любому желающему, мы как раз уже проговорили, чтобы была возможность у мужчин разного возраста, из разного там муниципалитета Свердловской области, как раз уже и площадка есть, вот, вчера, если, может быть, слышали, вышла песня Вики Цыгановой, ЧВК «Вагнер», говорю, ну вот этот можно уже новую песню Вики Цыгановой ставить, как какой-то девиз, наверное, какой-то гимн, наверное, вот этого движения, которое здесь и в том числе в Свердловской области. Мы всегда были впереди, на передовой, как бы я сказала, и то, что ребята будут здесь делать, это очень круто, я их от всей души поддерживаю, и зная их, и вы знаете тоже их, у них все получится. А мы можем все-таки в эфире сейчас обозначить, сказать, кто эти люди, и что это за курсы будут, чтобы люди понимали? Нет, я сейчас пока в эфире не буду назвать, потому что как раз сейчас программа все верстается, сейчас готовятся там инструкторы приглашаться, сюда будут в регион, готовится там серьезная там амуниция, так я уже сейчас буду говорить по-военному, все в ближайшее время вы узнаете, просто вот такая тема уже, желающие кто есть, можно уже в том числе и через наш телефон УНФ, можно уже как минимум оставлять заявки, потому что... То есть это только Свердловская область будет? Это проект сейчас Свердловской области, но я уверена, что он будет масштабирован на территории Российской Федерации, потому что в том формате, в котором готовят эти люди уважаемые нами с вами, мы все их знаем, это очень серьезно, и ничего подобного нет. То есть это будет военная подготовка, это будет медицинская подготовка, да? То есть вот это вот все, все навыки, все знания. Ну и раз уж мы начали говорить про то, что есть некие люди, которые делают вот такой проект для всех желающих. Я могу сказать, что есть еще и домохозяйки Екатеринбурга, которые объединились в женскую гвардию Урала, их мужья офицеры, кто-то мобилизован уже, и они решили такие курсы самообороны сделать, научиться стрелять, специальная форма у них там какая-то будет. Вот к этой инициативе как вы относитесь? Ну, во-первых, я знаю, там это где-то... Ну, я читала, мне попадалось, меня не приглашали, правда, хотя я уже тоже могу там какие-то показывать, не курсы, конечно, но уже какие-то, скажем так, практические вещи, какие-то самые минимальные, потому что те инструктора, которые нас готовили, ну, действительно очень мощные, они из зоны, в том числе и СВО, как бы там, на передовой, как бы и под пулями ребят наших выносили. И поэтому есть такие очень серьезные, сожжила подготовка практическая. Вот, поэтому абсолютно нормальная история с точки зрения, когда человек... Сейчас, понимаете, время такое, когда ты даже не знаешь, на что ты способен, столько открывается у человека каких-то новых, скажем так, граней, и когда ты хочешь что-то сделать, показать, рассказать, научить, это всё будет востребовано, потому что сегодня, ещё раз повторю, ребята на фронте, мы в тылу, но мы должны сделать всё возможное, я говорю, и невозможное, чтобы ребята, а, чувствовали поддержку всей страны, б, чтобы ребята чувствовали, что здесь их ждут, что мы делаем всё возможное, чтобы они пришли с победой. Поэтому от каждого из нас, на каждом своём там месте, домохозяйка, учитель, бабулька, которая там вяжет носки, передаёт, то мы сейчас понимаем, что погода будет сейчас, ну, уже сейчас, да, дождливая, парни бегают там в полиуретановых сапогах, и тёплые вязаные носки не будут вообще не лишние, да, поэтому вот сейчас мы видим, сколько гуманитарной помощи идёт. Это, ну, мы русские люди, вот, наверное, у нас всегда беда так объединяет, потому что, ну, во-первых, не бывает, как мы говорим, я вот могу сказать, чужих детей не бывает, у меня тоже самое, чужих бойцов не бывает. Вот для меня все ребята, которые шли от Свердловской области, и не только от Свердловской области, может быть, не знаю там их лично, но мы сейчас очень много общаемся с их жёнами, с мамами, сейчас пользуюсь случаем, хочу Елене из Тавды передать привет, терпение, она знает, про что я говорю, всё будет хорошо, уже сейчас всё хорошо, вот, и таких, как бы, примеров, там, могу много называть. Верхняя солдат, мы обязательно привезём вашу маму обратно, мы вернём её с Украины, вот сейчас у нас обращение, 80 с лишним лет наша российская гражданка жила на Украине 15 лет, вот сейчас уже там практически всё уже готовится, не было у неё загранпаспорта, сейчас мы её вывозим, она сейчас на территории ПВР, она находится в Кишинёве, для там, вывозим её сюда, на Урал, её сын обратился, он сам из Верхней солды, тоже нашли там, и говорю, мой мобильный телефон, она знает вся Российская Федерация, делаем всё возможное, чтобы её привезти сюда, у неё очень тяжёлые там заболевания, то есть человека не упускали фашисты с Украины, хотя у него было желание уехать уже, как бы, не первый месяц, и вот сейчас делаем всё возможное. Таких примеров очень много, начиная от того, как... Примеров очень много, не хочу сейчас перечислять, потому что сейчас перед глазами встают разные судьбы, понятно, что там есть такое понятие персональные данные, но то, что мы здесь все вместе и стараемся реагировать на любое обращение оперативное, я всегда ценю вот эти коммуникации, в том числе и с органами исполнительной власти, когда мы в режиме телефонного звонка можем решить вопрос, вот я вот пример даже привела вот этой женщине, которую мы сейчас будем вывозить из Кишинёва, хотя там возили её по разным границам, её просто не упускали, вот вроде Кишинёв только взялись, как бы нам это всё помочь сейчас с организацией. Не Кишинёв, понятно, МИД нашей России в Молдове, и мы знаем, в каком настоянии летит, и уже сегодня там наши министерства здравоохранения, они предупреждены, ждут звонка, и уже там медицина-катастроф, будем забирать её практически с Кольцова. Это всё в ручном режиме, и я, конечно, благодарю и Карлова Андрея Санча, что вот всегда на какие-то наши такие просьбы жизненные, реакция, она молниеносная, мгновенная. Вот уже второй день мы на связи, ждём, как только будет оформлен белый паспорт в Молдове, борт приземлится, и всё будет в порядке. Поэтому, сыну, терпение, всё будет хорошо. Я надеюсь, в ближайшие дни уже все ваше мутарство закончится. Вот вы говорили о курсах, которые устраиваются в Свердловской области. Мы обсуждали женскую гвардию Урала, которая тоже планирует курсы самообороны, учиться стрелять, и медицинская, в том числе, какие-то навыки получать будут. Есть ещё инициатива, которая пришла отсюда, с Урала, из Свердловской области. ДСАФ наш местный предложил всей стране ввести уроки начальной военной подготовки в школах. Как вы относитесь к этой инициативе? Нужно ли действительно детишкам, начиная с первого класса, учить вот всему этому, возрождать стиры в школах, как это было в советское время? Нужно ли это сейчас? Знаете, я сейчас не помню, какой это был год, но, может быть, года два-три назад было какое-то мероприятие, и там как раз тоже тема звучала, и уже тогда говорила, что 100% поддерживают, уже был прокомментировать. Это абсолютно правильная история. Почему? Ну, во-первых, мы вспоминаем, многие, может быть, помнят, зорницы. То есть у нас в сентябре, как сейчас я помню, у нас была специальная одежда, как сейчас помню, какие-то зелёные, там у нас беретки были, то есть у меня был свой рюкзак, там всё это паковали, мы шили, как сейчас помню, с мамой маски эти марлевые. То есть это всё было, это, опять же, даже, знаете, самое интересное, когда я пришла на курсы медсестёр, практика началась, он говорит, откуда вы это знаете? Я говорю, ну, ручки-то помнят. А откуда помнят, не могу вспомнить. Он говорит, а вы в школе-то проходили? То есть как делать вот эти повязки, как накладывать какие-то элементарные, то есть, говорю, точно, мы уже это в школе, у нас же там были зорницы. И, представляете, прошло там уже 10 лет, а руки помнят. И вот мы сейчас говорим о том, что всё, что закладывается в самом раннем возрасте, вот у ребятишек там первый, второй, третий класс, это ведь остаётся потом на всю жизнь. Ну, это даже не мой пример, это как бы, ну, можно спросить у людей, которые действительно там, да, у педагогов начальной школы, они говорят, что всё, что закладывается, конечно же, закладывается, ну, не будем говорить про внутриутробное развитие, да, но школьное, все эти вещи. Поэтому я 100% поддерживаю. Могу даже больше сказать. В Москве разговаривали как раз с мужчиной, тоже там остановились. И он говорит, ну, представляете, у нас вчера в школе учитель там ОБЖ принёс, ну, там, может быть, муляж, вот это автомат, или там, может быть, ну, ненастоящий, понятно, что ненастоящий. И вот он начал ребятам на уроке рассказывать. Это там прицел, это вот, это, это вот. То есть, ну, у многих детей нет даже игрушечного автомата. Говорит, вы просто не представляете, сколько было у них эмоций. Не потому что пострелять, а потому что рассказать, попробовать, подержать. Потом они, у нас, кстати, ну, опять же, я вот из Верхнего Дуброва, да, Белоярского района. У нас-то всё не в школе, но у нас есть, ну, там, дополнительные кружки в школе. И вот как раз ребята, они это и вели. И там очень много приходило молодёжи, не только мальчишек, но и девчонок. И, ну, я считаю, это нужно, потому что они совсем другие. Они спортивные, они выносливые, они друг за другом, у них вот это вот чувство плеча какого-то, да. То есть, это, я считаю, это очень важно. Это правильная инициатива. И, конечно, я думаю, что родители, многие родители, думаю, меня поддержат. Но в любом случае, правильная инициатива, которую нужно внедрять. Но если так посмотреть, мне кажется, во многих школах есть, даже не на уровне образовательных предметов, но на уровне каких-то дополнительных кружков, это 100% есть. Но это будет не лишним для нашей физической подготовки детей, потому что мы видим, что к 10-12 годам, это общая статистика, я как раз когда тоже на курсы пошла, смотрела там статистику и по детям, как по заболеваниям, к 12 годам у ребятишек то сколиоз, то ещё какие-то вещи физиологические, нарушения осанки, вот всё, что будут делать, в том числе и на этих уроках, это будет не лишнее с точки зрения ещё дополнительной физической подготовки. Потому что не все ребятишки ходят в спортивные секции. Не все уральцы готовы участвовать в специальной военной операции, кто-то уезжает за границу, кто-то ищет возможности отсрочки от мобилизации, вот ваше мнение об этом? Знаете, я вот как человек, который не только с первого дня там в специальной операции, да, вот если видите, у меня на лацкане буква «З», вот, может быть, я могу там надеть другой пиджак, но вы всегда увидите, что на лацкане буква «З» будет всегда, то есть не значок депутата. И, как я говорю, мы друг друга узнаём не по значкам, на сегодняшний день депутатским, да. Это не какой-то упрёк, это моя позиция, она вот такая, то есть я всё это прекрасно понимаю, что там происходило эти восемь лет. я своими глазами видела то, что происходит там сейчас. И я не хочу этих людей как-то обидеть, но моя позиция, что это люди-предатели. Грубо, жёстко – это моя позиция, потому что когда тяжёлая ситуация, да, то есть когда мы же говорим, что там происходит на Донбассе, многие даже не понимают, что происходит. Но самое печальное, что люди не хотят понять. Вот когда началась специальная военная операция, ещё можно тогда, вот я говорю, когда люди в тот момент, в феврале, кто-то уехал на эмоциях, кто-то там просто уехал, чтобы там нужно было голову привести в порядок. Да, возможно, но не надо из-за ленточки, будем так говорить, говорить про страну плохо, про армию плохо. Мы же видим, эти люди вернулись в большей части в Россию, они вернулись. Мы видим то, что происходило, когда была объявлена частичная мобилизация. Большая часть людей, которая там стояла на границе с Казахстаном, с Грузией, эти люди, я вам тоже скажу, большая часть тоже вернулись в Россию уже сегодня, потому что как они там бросали машины и пытались на велосипедах ехать, это же не фейки никакие. То, что сейчас происходит, на территории тех стран, куда они пытались сбежать, какое там к ним отношение, то есть это же всё есть, поэтому это предательство. С этим человеку придётся всю оставшуюся жизнь как-то прожить. Ещё раз понимаю, всё, что было сделано на эмоциях, это, возможно, было в феврале, сегодня уже можно было изучить, посмотреть. И понятно, что есть где-то, мы тоже понимаем, что частичная мобилизация – это определённая категория людей, которые призывались, были перегибы, и мы же не скрываем это на местах, и у нас в Свердловской области, и в ручном режиме многие это дело, как бы, будем сказать, восстанавливали справедливость, когда там забирали отца четырёх детей, когда люди призывались, призывались, когда у них там тяжёлые какие-то хронические заболевания. Но здесь момент, мы вот, я ездила в военкомат, мы общались там с военкоматом, говорю, почему так произошло? Они говорят, ну, понимаете, в том числе, и потом я общалась и с несколькими семьями, где вот такая ситуация прошла, многие люди просто не хотели показывать свои там хронические заболевания, говорить о них, потому что они приняли внутреннее решение. Но, к сожалению, когда человек, там, медик сидит, он не может понять, там, есть у тебя что-то, или ты должен об этом всё равно сказать. Кто-то, говорит, когда там стоят там 80 здоровых мужиков, как бы, и все пришли, приняли решение, у меня вот родственник тоже ушёл, да, близкий родственник, и когда я позвонила, он говорит, Джан, ты думаешь, что я там, куда-то побегу, что ли? Я пойду защищать свою родину, своих детей, свою жену, поэтому всё будет хорошо. Потропнее об этом мы поговорим сразу же после рекламы и новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Людмила Варакина. В студии находится Жанна Рябцева, депутат Государственной Думы. И перед тем, как уйти на небольшую паузу, на небольшой перерыв, мы говорили о том, что есть те, кто ошибочно был мобилизован в силу здоровья какого-то. И действительно, вы сказали фразу, которая меня так зацепила, что люди, здоровые мужики, они не хотели показывать, что у них были какие-то заболевания. Тем не менее, уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова в интервью на радио «Комсомольская правда» сообщила, что более 200 обошибочно мобилизованных вернулись обратно домой. Руководитель Свердловского исполкома Народного фронта Владислав Камский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказывал про Екатеринбуржца, у которого не было двух пальцев, его мобилизовали, и в итоге Народный фронт его тоже вернул домой. Скажите, а вот к вам, как к депутату Госдумы, как к члену Федерального штаба Народного фронта, наверняка ведь тоже приходят такие просьбы, заявки, жалобы, крики о помощи. Помогаете? Я сейчас... Ну, он сейчас ранен, этот мужчина, лично я с ним не знакома, в Москве был крик о помощи. Женщина, она живет в Москве. Ну, понятно, мы депутаты, только наши, наверное, избиратели думают, что мы Свердловская область, то есть к депутату звонят с разных регионов страны, и мы все находимся в прямом контакте, абсолютной Ростовской области, Волгоградская, то есть мы всегда там, то есть какая-то нужна информация. Ну, позвонила женщина, у нее прямо так вот крик, она, вы понимаете, у меня там единственный брат, вот его сейчас забирают, ну, он по всем там годен, получается, параметрам, и она, я там выйду к Ремлю, я буду стоять с транспарантом, потому что это мой брат, вот. Я говорю, хорошо, все, я услышала, то есть годен, как бы, вроде как бы, он-то собирается, она говорит, да, он собирается, но я его не отпущу, наша семья, он там у нас единственный кормилец, ну и так далее. Я говорю, а брат у вас откуда сам родом, ну, там, какая область-то, мне нужно понять тебе. Она, мы из Луганска. То есть, когда в Луганске и на Донбассе началась война в 14-м году, он приехал сюда, в Москву, ну, у него здесь родственники, получается, живут, то есть там, понятно, все это мы понимаем. Говорю, хорошо, сейчас вот мне позвонили, я должна что сделать? Там, мы готовы на все, чтобы вот как-то там, вот, может быть, там ошибочно. Я говорю, знаете, он вам завтра не простит, вот то, что вы нашли сейчас мой телефон, и сейчас позвонили. Ну, и понятно же, когда там парень как бы успокаивал своих родственников, я все равно уйду. Вот я вот пример приводила, да, сколько добровольцев, сколько добровольцев, сколько волонтеров там, даже не представляете количество людей. То есть там уходит сын, мать с отцом принимают решение идти волонтерами там в рамках «Мы вместе» на Донбасс. Уходит отец, сын принимает решение пойти, хотя нет никакой повестки. И вот сейчас этот парень там, он раненый, не попали в обстрел подсватывал, здесь буквально два дня назад была эта история, вот как раз он один из этих парней, но он жив, слава богу, сейчас все, он находится уже в госпитале. И она позвонила вчера, она говорит, вы знаете, я хочу извиниться. Это моя была первая эмоция, которая, потому что, вы абсолютно были тогда правы, он бы меня никогда не простил, что я сделал такой звонок. Но он об этом, говорит, не знает, и я хочу, чтобы он не знал об этом никогда, потому что кто, если не мы, люди, которые все это знали, что там происходило изнутри. И такие тоже крики о помощи звучат, если вот так говорить, да. По людям, которые попали, но неправильно что-то такого нет, у меня, знаете, были какие звонки. Люди, которые не получили повестки, семьи, но у которых сейчас трое детей, но третий ребенок учится на первом курсе института. Вот это сейчас как раз законопроект, мы эту тему уже обсуждали в Госдуме, как раз вот мы ушли на эту региональную неделю. Эта тема действительно очень важная. Трое детей, ну, понятно, многодетная семья – это трое и больше, а у нас вот частично мобилизованных, это пока такая вот еще категория, которая попадает под мобилизацию. Трое детей, ребенок учится на первом курсе, ребенку там 18 лет. Ну, то есть уже как бы двое, да, но вот уже студент. Ну, как бы дети, они должны все равно закончить образование. Вот это вот мы сейчас рассматриваем. Я надеюсь, что мы это все в ближайшее время, как бы вот как только вернемся на следующую неделю. Вот таких вот у меня было, ну, много обращений, звонков именно многодетные семьи, где ребенку 18 лет. А так, чтобы где-то как-то ошибочно нет, потому что все у нас, ну, честно сказать, централизовано в рамках горячих линий. И это очень здорово, что работает, потому что мои коллеги, они там действительно принимали звонки там круглосуточно. Но там больше даже было, мне знаете, много звонков, какие были, я хочу добровольцам, меня не берут. Вот буквально вчера звонок был из Тульской области, мужчина 46 лет, офицер, его частично мобилизовали, не берут, то есть ему отказали, соответственно, в Туле. И вот мне пришлось там связаться с нашим депутатом Надеждой Школкиной, она говорит, ну, все, поняла, разберемся. То есть и вот таких звонков меня не берут, а я хочу идти, как бы, вот таких вот, наверное, больше, чем тех, которые неправильно призваны. Потому что горячие линии по там, где не совсем правильно сработали военкоматы, горячие линии отрабатывали, еще раз повторю, в круглосуточном режиме сейчас таких обращений. Ну, понятно, что сейчас уже и ребята у нас все проходят, боевое слаживание, и как бы мы сейчас видим, что те ошибки, которые были, на них в том числе и президент указал, да, что все были там перекосы, перегибы на местах. Поэтому я надеюсь, что, конечно, сейчас военкоматы тоже научились работать с этим правильно, потому что правильно нужно задать вопросы. Знаете, здесь тоже момент такой, был момент мужчины четверо детей, ну, от трех жен. Вот. Он об этом не сказал, конечно, не сказал. То есть от третьей жены у него один ребенок. Про остальных он забыл, да нет, конечно, не забыл. Конечно, не забыл, потому что он каждому ребенку помогает. Но не сказал, не сказал. Потом, когда эти три жены там обратились в военкомат, да, ну, вот, это реальная история в Свердловской области. Вот. Но, как бы, обратились, но он все равно ушел, он там, хотя его там сказали, можно вернуть, он говорит, я все равно иду на фронт. Есть моменты, когда люди убегали от себя, ну, будем так говорить. И такие тоже есть. Ну, где-то долги, где-то какие-то обязательства. Поэтому, ну, в любом случае, это решение они принимали взвешенные, те, кто уходит, добровольцы. У нас много ребят ушли. Вы знаете, в рамках штаба «Мы вместе» у нас было много волонтерских организаций, которые работали, и сейчас продолжают работать. Сейчас развернуты штабы, мы вместе по всей стране. Если помните, мы работали в пандемии, то сейчас они работают для того, чтобы работать с семьями мобилизованных. Потому что сейчас принято много законодательных актов по поводу кредитных каникул. Людям требуется юридическая помощь. Где-то ушли ребята сейчас по частичной мобилизации, осталось там двое детей. Ну, где-то помощь даже там в развозке детей, там по этим школам, садикам, транспорту. Ну, если человек никогда не ездил за рулем, муж как бы этим занимался, мы сейчас будем обращаться и автоволонтеры. То есть вот эта история вся возвращается. Сейчас задача основная. Основная задача, как я говорю, там, понятно, помощь фронту в тылу, начиная там от работы наших предприятий. И низкий поклон, потому что я вижу, что многие наши предприятия перестраиваются. Вот я буквально в Пероуральске ездила проверять, ну, не проверять неправильное слово, я как фронтовик настоящий. Всегда у меня это слово, там, проверка, контроль. Посмотреть, там, ребята делают жгуты, вот, мы тоже посмотрели, хотя это в мирное время они не делают, да. Кто-то сейчас шьет там подсумки, например, компания Ray, да, помните, они во время пандемии шили нам красные комбинезоны, хотя они занимаются спортивной одеждой. И таких примеров очень много, и я очень благодарна этим людям, которые начинают от шитья балаклав, какие-то носки вяжут, делают подсумки для аптечек и так далее. Это все востребовано, это все очень нужно. Когда говорят, куда там столько, слушайте, но, во-первых, спецоперация – это спецоперация, одежда – это есть одежда, осень – это есть осень, и мы там, как говорится, не стоим, не стоим как бы ровно, да, по стойке смирно, то есть там и ползем, и бежим, и одежда должна и стираться, и сушиться. И поэтому, когда там говорят, там же комплект выдали, вот эти вещи как бы вот нужно прекращать, да, нужно и в том объеме, который нужно для каждого. То есть мы с вами каждый день одеваемся, меняем там свои наряды, то ребятам тоже нужно там, чтобы были сухие носки, чтобы были сухие куртки, чтобы было нормальное там белье, и это каждый день, и мы должны сделать все возможное. И поэтому мы сейчас даже говорим не про количество, а про качество, и когда это делают еще наши ребята руками, да с душой, ну, оно греет, наверное, все, греет теплее, сразу вам говорю, потому что многие вот мы передавали там и ребятам, и сейчас, и хочу тоже наших вот слушателей, вот ребята какие-то наши ушли, частично мобилизованные, которые со Свердловской области, что-то там мы не доложили, будем так говорить, ну, семья, допустим, вот он не взял там, не знаю, бинокль, например, там свой любимый, или там еще там что-то забыл, но я как бы вот так вот тут утрировано. Мы имеем возможность, и мы это делаем, мы передаем ребятам все в те части, в которых они служат. Вот что там как бы жизнь оборвалась, вот они уехали за лентой, нет, конечно, все это работает, все это довозим, все передаем, почему я говорю там, сейчас там осень, сапоги такие, там аптечки какие-то, еще чего-то, то есть это потому что, ну, все востребовано, поэтому у каждого региона, и это мы делаем, и довозим, и привозим, и гуманитарную помощь, там, и сигареты, и салфетки, это все тоже нужно как бы руки протирать, чтобы там, знаем, что с водой, там, допустим, в Мариуполе помним, да, какие были там перебои, там, и воды практически не было, поэтому все это нужно, и сегодня, еще раз, я очень благодарна и волонтерским организациям, самое главное, каждому жителю, не только, наверное, нашего региона, страны, которые не остаются в стороне, которые поддерживают своих солдат, которые поддерживают армию, потому что победа, она, она общая победа, то есть здесь не может быть, что они там, а мы здесь, мы все вместе, мы должны верить, молиться, ждать только с победой, никаких не должно быть, там, скорбных лиц, потому что они должны знать, что здесь их верят, им верят, их любят, их ждут, за них молятся, и тогда, когда они идут в бой, они знают, что вся страна за ребят, я это говорю, потому что для меня это так важно, потому что они всегда должны чувствовать нашу поддержку, и поддержка может и по-разному проявляться, вот как вы сказали, начиная там от курсов домохозяек, и заканчивая там серьезной подготовкой, просто для того, чтобы ты понимал, что я могу, и у меня есть и физическая подготовка, и я готов плечо подставить, потому что, если вы посмотрите даже, как они, как они сейчас проходят вот эти обучения на полигонах, они друг за другом стоят, друг за другом бегут, это разные регионы страны, это и Челябинск, и Ханты, и Ямальцы, и Оренбург, и Омск, это, и они каждый прикрывают друг друга, и вот наша задача, вот так же здесь, в стране, прикрывая их по всем фронтам, на предприятиях, там, где они работали, и вернуться на свои рабочие места, чтобы семьи были под нашим общим пристальным контролем, вот помните, да, как в пандемию мы заботились о пожилых людях, не оставляли ни одной заявки без ответа, каждая бабуля, дедуля должны, ну, как бы понимали, что даже что-то случится, волонтер всегда придет там в помощь, сейчас такое же время, каждый должен понимать, что если кому-то потребуется помощь, мы всегда придем на помощь, мы никогда никого не оставим, 8 800 234 11, это телефон горячей линии, штаба «Мы вместе», который круглосуточно принимает все ваши обращения, которые касаются, в том числе и каких-то вопросов, которые сегодня вас волнуют, и вы не останетесь один на один, я вас уверяю. Знаете ли вы, что сейчас происходит в Ялане? Многие писали, что в яландском гарнизоне переполнены казармы, погибло несколько мобилизованных, приезжал даже генерал Олег Столюков, это главнокомандующий с их опутными войсками, чтобы разобраться по вашим данным, по вашей информации, что там сейчас? Ну, во-первых, конечно, знаем с первого дня, поэтому то, что сейчас сделано уже на сегодняшний день, это действительно огромная работа была проведена, еще раз повторюсь, 80 лет мы не собирались в такие короткие сроки в таком большом количестве, мы знаем, что у нас там призывников, там, по-моему, по тысяче человек, там, весной и тысяча человек осенью, все это проходит там неделями, здесь одномоментно большое количество людей с разных регионов нашего Уральского федерального округа, у нас центральный военный округ входит 29 субъектов, тут было очень много людей, первые дни абсолютно, да, то, что там люди находились в тех условиях, в которых не должны были находиться, но на сегодняшний день там, слава Богу, все это выстроено, даже больше скажу, сейчас там, кстати, вот у нас был Олег Леонидович Чемизов, буквально там два дня назад мы обсуждали, там, сейчас они сделают баню ребятам, то есть там будет... Это вице-губернатор Свердловской области. Да, вот он все это посмотрел, значит, посмотрел, там, количество гуманитарной помощи привезли столько, что, ну, ребятам, наверное, там, ездить надо будет долго, но это сухпайки им сейчас делают, баню, буквально вчера там Николай Борисович Смирнов, там, министр ЖКХ рассказывал, там, по кровле сейчас они там поправляют, то есть большая работа проделана, кровати, буржуйки, значит, там, дрова закупают там уже, ну, как бы не закупают дрова, там все это у них есть, по питанию, как раз министр здравоохранения наш говорил, что там развернуты комплексы медицинские, потому что там тоже, ну, кто-то, ребята, ОРВИ, не без этого, погода у нас, как бы, не южная, заболели, вот, на сегодняшний день там все, как говорится, слава богу, то, что происходило в первые дни, я не буду повторяться, там многие были, вот, сегодня и ребята сами говорят о том, что, ну, и сейчас даже там, вот, как раз Олег Леонидович говорил о том, что там обращаются где-то с точки зрения даже вот инструкторов, чуть больше даже нагрузки давать, то есть ребята готовы там даже больше, хотя там, мы тоже понимаем, там есть какие-то нормы, да, то есть я как бы, не скажешь так, не военный инструктор, но они даже просят усилить им вот эту подготовку и там даже попросили какие-то дополнительные еще направления, поэтому ситуацию ее исправили, понятно, что такого уже там и не будет, и мы понимаем, что ребята, ну, молодцы ребята, они об этом, как бы, честно сказали, потому что, понимаете, люди пошли самостоятельно, многих, еще раз говорю, там было много добровольцев, и, конечно, для них, как бы, вот, я же говорю, что они должны понимать, они идут Россию нас с вами защищать, ну, конечно, хочется отношения такое же, не скотское, человеческое, и то, что сегодня сделано все, я вижу, что это на всех там уровнях, начиная там от органов вспоминательной власти, предпринимателей, то есть мы там видим там количество спальников, там пенок, там, там просто это везут, везут и везут, и это все, еще раз говорю, это все нужно, и даже если у него будет два этих спальника, ничего страшного, потому что если один промокнет, один будет сухой, поэтому, когда, говорят, там вот на одного человека, там норма такая, еще раз повторю, у нас с вами, как бы мы, там, одежда у нас, как бы, на каждый день, у парней должно быть то же самое, не должно быть там, что он утром оденет мокрые носки, не дай бог, да, там, то есть не высохли, а мы сейчас, еще раз понимаем, такая погода, и это не отель там пито-звездочный, но парни, которые сегодня там, они все проходили службу, они все это не кисейные девочки, но понятно, что когда там негде спать, элементарно, там, ну не в поле же стоять там столбиком, да, поэтому, конечно, что они это обозначили, я очень благодарна, что все это оперативно удалось решить, еще раз повторю, что кому там чего-то не довезли, не передали, все это у нас в режиме обратной связи, это работает, и не переживайте, то есть начиная от писем, начиная от каких-то личных посылок, это все мы передаем с теми бортами военными, которые улетают из Екатеринбурга. Давайте вернемся к парламентской деятельности вашей, потому что вы зампредседателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, и курируете в том числе в проект федеральный чистая вода. Свердловская область, к сожалению, оказалась лидером антирейтинга российских регионов по уровню загрязнения водоемов. Исследование результативности мер по экологической реабилитации водных объектов было проведено с счетной палаты России. И на наш регион приходится 25% случаев загрязнения поверхностных вод. Что делается, в том числе и вами, чтобы вода на Среднем Урале стала чистой? Ну вот как раз мне сейчас тоже обращение пришло из Сталицы, как нам пить воду из-под крана. Будем тоже разбираться, это как раз в контексте того, что вы говорите. Действительно у нас есть вопросы, даже вы сами родом из Нижнего Тагила, то есть Черноисточинское водохранилище, про которое знает президент Российской Федерации. То есть под личным контролем то, что сейчас там проходит серьезная работа, начиная от очистки иловых отложений. Вот этот проект, который запущен в Нижнем Тагиле, сейчас такой серьезный запрос. Ну понятно, это дополнительные финансирования, но самое главное сейчас отрабатывается технология, которая будет применена и в других муниципалитетах Свердловской области. Конкретно я говорю про озеро Шарташ. Буквально не так давно мы с министром, с Кузнецовым природных ресурсов выезжали, смотрели, что это действительно тоже необходимо делать, потому что мы видим, что на Шарташе летом как раз были количество людей, которые плавают, а хотя это не предусмотрено, и много ребятишек. Ну, конечно, очень красивое место, и, конечно, хочется его сделать. Сделать еще лучше с точки зрения, конечно, самое главное это вода, поэтому этим будем заниматься. По Шарташу прям отдельная такая задача, мы уже связались, ну, я лично на контакте с Кириллом Дмитри Халыч, это Росводресурс федеральный. Мы проговариваем по выделению дополнительного финансирования на очистку Шарташа. То есть, вот все, что касается Свердловской области, я сразу могу сказать, ну, в силу там моего характера, да, то есть, Росводресурс мы работаем очень плотно, вот, начиная от очистки, как я сказала, озера, плюс строительство необходимо дополнительных там фильтровальных станций, вот одна из таких, ну, как бы очень крутых, я считаю, проектов запущена в Первоуральске, потому что там на сегодняшний день, как бы, вот то, что там какая была вода, ну, даже начиная от того, какое было очистные сооружения и что там сейчас построено, ну, это понятно, что. Ну, и таких объектов в Свердловской области должно быть кратно больше, это мы понимаем, поэтому запрос у наших жителей абсолютно не только статистика, да, запрос, который идет, там, что мы пьем, а я всегда говорю, вот, мы то, что мы пьем, то есть, какая вода, так у нас и здоровье, да, то есть, и здоровье, начиная там, и все остальное. Поэтому большая работа и законодательная, но самое главное, что у нас выстроены абсолютно рабочие, конструктивные взаимодействия с правительством Российской Федерации, и поэтому Свердловская область, как я говорю, что мы будем добиваться того, чтобы было в том числе дополнительное финансирование для чистки тех объектов, которые сегодня волнуют жителей, в том числе и Свердловской области. Ну, что ж, наше время подходит к концу, поэтому мы прощаемся с Жанной Рябс, депутатом Государственной Думы России от Свердловской области. Я, Людмила Варакина, хочу пожелать вам всего самого доброго. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать «Разию комсомольская правда». Гость в студии. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.